Я логически объясняю человеку причины его событий, его проблем, болезней. И тогда человек соглашается с этим, потому что уже, когда против логики, нет никаких аргументов других. Всё логически расставляется. Если человек не верит в Бога, если человек не знает ничего о карме, логически это объяснить нельзя, потому что это не логика, а философия или религия. Философия и религия – это не логика. И если вы потом идёте уже дальше и объясняете через карму, это, значит, не логика, а философия выдумки даже. – А вы считаете, что в проматериев этих, в кармических событиях нет логики? – Подождите, это мы… Да, ну, конечно. Вы скажете мне, что сейчас карма – это наука, да? – Да. – Наука уже. – Я считаю, что я занимаюсь наукой. – Вы можете считать, что хотите, но я говорю, эта наука официально признана. – Официально она не признана, но она наука. – Я могу считать, что хочу. – Все наши предки занимались этой наукой, можно сказать. – Это не наука. – Это паранаука. – Ну, хорошо, пусть они не признают. Поэтому и болеют люди, поэтому и войны идут, поэтому и несчастье у людей. – Да, поэтому это воля Божья, чтобы так было. Это не мы делаем. Это не наука. И когда вы говорите логически, объяснить человеку, который в это не знает, не верит, это не логика. А если вы можете им объяснить так, чтобы он подумал, что это логика, что было вам? Что было? – Так так и получается? – Да, я верю. – Потому что все, весь тот мир, в котором мы живем, кажется, хаотичный. Он очень все продуманно. – Конечно, я так и говорю. – Вы говорите об озвучивании «А чудовое, чудовое, чудовое». – Я говорю, это не хаос, это программа Вселенной. – Ну вот, она подвержена. – А вы говорите, что зависит от меня, от вас, от другого. – Нет? – Это программа Вселенной. – В программе Вселенной вы что-то не так делаете, нарушая законы этой Вселенной. То есть не работайте по этой программе, все, у вас идет процесс разрушения моментально. – Это не у нас, вы говорите, а вообще говорите, вот войны происходят, потому что мы неправильно думаем. – Да. – А это программа Вселенной. – Ну, ясно дело. – Мы попадаем в то время, в которое войны, мы же попадаем туда, где мы должны исправить свою карму. В то время, в той ситуации, в ту страну, в ту энергетику, в ту семью нас сводят всех вместе. – Потому что мы уже были, встречались. – Так вот, почему человек, допустим, там, в том прошлом состоянии, сделал плохой поступок? Потому что он так подумал и сделал. Потому что без мысли вы даже ни пальцем не пошевелите, ни моргнете. – Ну так, а кто против? – Мы говорим только о том, что насколько от мысли зависит наша жизнь. – Все зависит. – Ничего не зависит. – Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.